Павел Островский в Хабаровске. Какими судьбами? Это какие-то гастроли, батюшки или как это называется? Это называется, что епархия Хабаровская направила запрос Одинцовской епархии, это Подмосковье, где я, и Одинцовская епархия разрешила приехать сюда. Это командировка, то есть священник подневольный, и поэтому он не может просто взять и гастроли совершить, как различные поп-звезды. Это просто общение, потому что... Поп-звезды. Поп-звезды, да-да-да. Это именно общение живое, потому что мы как-то привыкли все торчать в телефонах и отвыкаем от живого общения. Но оно должно, на самом деле, популяризироваться. И поэтому, чтобы никогда Восток не думал, что он как-то далеко от России, нет. Чтобы мы все были вместе. Самому тоже хотелось. И вот в Владивостоке был полгода назад, и в Хабаровск хотелось приехать, потому что это в каком-то смысле родной тоже город. Так что это совсем не гастроли, это просто дружеское общение, как вот с прихожанами, так же здесь. Ну, я знаю, почему Хабаровск вам почти родной город, но наши телезрители нет, вот раскройте. Ну, в Хабаровске есть замечательный храм Александра Невского на базе КАФ. И в 88-89 году мой папа, он тоже священник, он был там настоятелем. Ну, а мы, соответственно, мне-то было 5-6 лет, мы жили при храме. Ну, как минимум два года я прожил просто в Хабаровске полностью. У меня мои старшие братья, их трое, они здесь в школу пошли, в школу ходили. Так что, ну, два года, я считаю, что Хабаровск тогда из моих родин. А помимо Хабаровска, вы ведь еще что-то около него посещаете в этот приезд? Нет, все только ради общения с людьми, после которых я отдыхаю. Все-таки у священника есть еще свой приход. И поэтому я стараюсь, если уж куда-то ехать, то так, чтобы не во вред своим уже собственным прихожанам. И получается, что я могу взять максимум 5 дней. Ну, и получается, пока я ехал, я заехал сначала в Красноярск, вот Хабаровск. И, конечно, выбираю между поездить посмотреть красоты, которые, конечно, хотелось бы посмотреть. Но все-таки общение с людьми важнее, поэтому ничего не смотрел. Но, с другой стороны, люди прекрасные, это самое главное. Мы тут с ребятами уже один раз встречались, 6 часов общались. Как же они меня достали, это ужасно. Шучу, конечно. Не, ну, это очень хорошее такое, очень дружеское общение. Я сам очень вдушевляюсь. Мне само просто приятно, когда собрались люди, и мы про Бога говорим. Это очень хорошо. Вы вели службу утреннюю вчера, насколько я знаю. Вы довольно популярный батюшка, я бы сказала, самый популярный, во всяком случае, в интернете. И как вам пришло очень много людей? Ну, дело в том, что я не знаю, сколько к дорогому отцу Андрею, который пригласил послужить, сколько к нему, в принципе, людей ходит. Но я думаю, что самый популярный батюшка в церкви – это Господь Иисус Христос. Слава Богу. В общем, на него подписано очень много людей за всю историю. И все-таки люди приходят, конечно, в первую очередь, ко Христу. Ну, может быть, есть кто-то все-таки пришел, нарушил заповедь «Не створися кумира», и все-таки пришел на службу ради отца Павла Островского. Ну, ничего, сгорят теперь в аду за этот грех. В общем, ну, с кем не бывает. В конце концов, рай не резиновый. Шучу, конечно. Никто не знает. Вас особенно, я думаю, полюбили и появились вот те самые поклонники из-за вашего чувства юмора. Потому что, задавая вам вопросы, вы часто отвечаете вроде бы как и по-серьезному, но вот с юморком. И некоторые люди на это обижаются, да, кто-то отписывается. Я помню вот этот громкий заголовок, что вы не раз еще на меня подпишетесь или отпишетесь. Вы еще не раз на меня отпишетесь. Вот так правильно, да, это звучит. Как вот священник в современном мире живет вот с таким чувством юмора, и все с ним в порядке? Ну, во-первых, я себя очень сдерживаю. Это вы себе сдерживаете? Да, я себя очень сдерживаю. Потому что, конечно, все-таки, когда ты юморишь, очень важно видеть реакцию человека. И юмор, правда, может обидеть. Но, с другой стороны, юмор, он дает возможность легче воспринимать тяжелую пищу. Потому что все-таки разговоры про Бога, про церковную жизнь, они бывают довольно тяжелые. И человеку важно где-то просто продышаться. И юмор, он, знаете, он как сброс. То есть он несколько расслабляет человека, ему легче потом воспринимать, в том числе, очень важную информацию. Но очевидно, что есть люди, которым это не очень нравится. Это нормально, это нормально, потому что священники разные, люди разные. Поэтому хорошо, что есть разные священники, и по-разному, которые ведут свою миссионерскую деятельность. То есть и сам человек должен к этому относиться нормально. Ну, вот не нравится мне отец Павел, ну, не буду его смотреть. В общем, не надо из этого делать трагедию вселенского масштаба и еще и сообщать об этом всем. Но, конечно, еще есть люди, которые давно уже в церкви, и далеко не все из них снисходят к новоначальным. Им кажется, что вот раз я уже постоянно молюсь, раз я много пощусь, значит и новоначальные тоже так могут. А к новоначальным нужно все-таки снисходить. И, как говорится, есть твердая пища и мягкая пища. И поэтому, когда вот именно люди, давно ходящие в церкви, говорят, вот, вы как-то очень легко так общаетесь с людьми, вы все-таки священник, я говорю, ну, я общаюсь так с людьми, потому что они новоначальные. А почему вы торчите мне в инстаграме, с учетом, что вы давно в фрам ходите, у меня вот как раз здесь вопрос возникает. Потому что, в отличие от новоначальных, вы-то как раз уже давно должны были читать Священное Писание, и вместо отца Павла Островского, который как раз не является евангелистом Матфеем, евангелистом Марком, или апостолом Павлом, даже были что-то посерьезнее, конечно. А в целом, как относится ваше церковное руководство к вашему чувству юмора? Ну, дело в том, что церковное руководство обычно смотрит на то, как смотрит на это еще более высокое церковное руководство. Поэтому, так как Патриарх в целом относится хорошо к миссионерской деятельности в интернете, и справедливо говорил, что люди, которые ведут такую деятельность, они могут совершать ошибки, и нужно к этим ошибкам снисходить, то, соответственно, и начальство мое тоже относится к этому снисходительно, ну, и вообще поддерживает. Поэтому я рад, что поддерживает, потому что были времена, когда не поддерживали, и приходилось, ну, так скажем, пробиваться сквозь терния, доказывать, что это имеет место быть. Так что сейчас я, конечно, в таком райском положении, потому что все поддерживают. Вот, вот, жалость мне уж точно не на что, поэтому стараюсь, как бы, не, так скажем, не опозорить свое начальство, чтобы их доверие сохранялось. Я вот воцерковлена с 2016 года, покрестилась тогда, и, собственно, начала ходить в церковь. И вот мне кажется, что с 2016 года по сей день в церкви все людей прибавляется и прибавляется. Я сама раньше, например, вела программу о тусовках, ночных каких-то мероприятиях, и теперь я помню, что вот те люди, которые были в ночных клубах, и я брала у них интервью, я их теперь встречаю на службах в церкви. Вот мне кажется, что людей все больше и больше приходит или нет? Нет, Олеся, тебе это не кажется, ты просто стареешь, поэтому ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому с каждым годом твоих ровесников в церкви будет все больше и больше. Вот это всех касается. Молодежь как не ходила, церковь так и не ходит в целом. Наверное, это тоже нормально, потому что вот этот подростковый период, студенческий период, еще святой Иоанн Затауз говорил, что наступает буйство плоти. И ты это тоже отлично помнишь время, когда тусовки и все такое, ну как бы не до Бога. Все-таки мало подростков и студентов ходит в храм, и этому и удивляться не нужно. Мы должны вести работу, конечно, чтобы ребятам рассказывать про Бога. Но это всегда такое было. Но Инстаграм, соцсети не помогают привлекать вот эту самую молодежь? Они помогают, конечно, но это не может стать массовым эффектом. То есть несмотря на то, что у меня где-то около 100 тысяч подписаны как раз студенты-старшеклассники, вот так вот все анализируют статистику, но несмотря на то, что они на меня подписаны, большая часть из них все равно в храм не ходит. То есть им интересно, они может там даже молиться начинают, но чтобы пойти в храм, это значит у тебя там учеба, вот выходной день, то есть ты должен вместо тусовки как раз пойти, то есть без друзей остаться. Ну не все еще так рискуют, не всех хватает смелости, где-то веры не хватает, сил духовных не хватает. Но к этому нужно относиться нормально, со снисхождением. Как говорила наша садовница, вот у меня в храме, где я служу в Подмосковье, Зоя Кузьминична, яблочко появляется после семечка через 8 лет. 8 лет нужно, чтобы появилось яблочко, вот когда ты семечко посадил. Ну 8 лет надо уметь терпеть и ждать, то есть мы сеем, да, а потом где-то вот батюшки вместо храма будут пожинать. Это, кстати, тоже очень такой интересный момент, хоть ты не спросил, я скажу, что иногда вот ко мне приходят какие-то люди, да, я думаю, какой ты молодец, они ко мне в храм пришли. А на самом деле кто-то другой посеял. И зачастую те, кто сеют, остаются вообще без награды. Где-то, может быть, бабушка научила, вот, где-то, может, кто-то что-то рассказал, может быть, люди, вот, Олеся посмотрели, ну какая симпатичная православная христианка, тоже буду в храм ходить теперь, да. А батюшка думает, что это он виноват. Нет, он не виноват, в общем, да, совсем, то есть он не виновник этого торжества, а человек пришел в храм, ну а священник может думать, что это я такой молодец. Это вообще такая, ну, очень важная тема, что мы должны всегда помнить, что кто-то сеет, и семечка простает у всех по-разному. Ну, бывает такое редко, что прям сразу, там, месяц-два, и человек уже в Бога верит. Обычно там год, два, три, четыре, надо уметь терпеть и ждать. А вот есть семечка, которая привлекает людей, а, к сожалению, иногда бывает, что приходишь в храм, а батюшка что-нибудь такое вот скажет, и не хочется ходить туда. Да, я и сама это проходила, честно говоря, было у меня такое. И вот как здесь быть, как-то не обижаться на батюшек, но тоже сложно бывает. Мы же все люди, мы не святые. Для этого давно церковное руководство, которое как раз должно надзирать и следить за благочением, и уже, конечно, зависит от архиерея, то есть от епископа в каждой конкретной епархии, как он следит за порядком. Потому что, конечно, необоснованная строгость, это в лучшем случае, а иногда просто жестокость и невнимательность, да, это в худшем случае, конечно, отталкивает очень многих людей от Бога. Все-таки... И это есть сейчас. Это есть, это всегда было. Это всегда было. Не нужно думать, что это проблема современности. Еще апостол Петр обращался, говорит, умоляю вас, умолял пастырей, что посите стадо Божие, да, то есть людей не из злой корысти, да, а из любви. Это первый век. Ну, вряд ли что-то изменилось. То есть, как Христос говорит, что есть пастырь добрый, а есть наемник. Есть священники, которые, правда, стремятся ревностно исполнять служение Христово, и они, правда, именно пастыри добрые, и следят за этим самым главным свойством священника – доброта. То есть, священник, может быть, где-то что-то не знает, ответ на какой-то вопрос. Может быть, он где-то ошибся в богослужении, как-то неточность. Ну, много что может быть. Но священник обязательно должен быть добрый. Люди от него доброты ждут. Но бывает так, что священник служит и за денег. Вот такое тоже бывает. И об этом еще говорил Христос. То есть, он говорит, пастырь добрый, а есть наемник. А что, хорошо так зарабатывают, что ради денег? Нет, нехорошо зарабатывают просто потому, что сребролюбие есть у всех людей. Оно есть у меня, оно есть у Олеси, оно есть у нашего чудесного оператора. У всех есть сребролюбие. Об этом говорил апостол Павел. Корень всех зол – сребролюбие. Просто ты или с ним борешься, и в себе его с Божьей помощью подавляешь, и в тебе расцветает как раз бескорыстие, доброта и так далее. Либо, если ты со своим корыстолюбием, со сребролюбием не борешься, не случайно апостол Павел говорит корень всех зол – сребролюбие. Сребролюбие делает человека злым. Если священник начинает любить деньги, у него может быть не быть денег, но это не означает, что он их не любит. Тогда он становится злым. И, конечно, в этом случае человек, если сталкивается со злым священником, это отвращает от церкви. Но это не проблема русско-православной церкви, это проблема вообще всей церкви. Самое плохое, что в церкви есть, это мы, мы люди. И абсолютно каждый человек время от времени впадает в очень нехорошее состояние. Это падение у каждого бывает, и у священника тоже какие-то немощи бывают. Надо все-таки с снисхождением относиться, но со священником спрос в разы больше. И одно дело, ты там раз в год как-то упал, и ты, правда, понял, что состояние было зло, и ты в этом искренне покаялся, исправился. Другое дело, ты в этом состоянии пребываешь постоянно. Но для этого как раз, опять же, уже еще раз скажу, что есть епископы, митрополиты, которые за этим следят. И если, в принципе, это можно телезрителям сказать, если вы столкнулись с тем, что вы пришли в храм, там чего-то не знаете, и к вам отнеслись не по-доброму, то есть батюшка привил злость, то на самом деле не надо просто идти обижаться, молчать и так далее. Для этого и поставлено руководство в церкви, Богом. Нужно идти, у вас хорошая епархия, хороший митрополит, сообщать об этом, что так и так вот пришел там определенный храм, такого-то числа, и такое-то время батюшка повел себя так. Скажите, пожалуйста, это правильно? То есть, может быть, я что-то не понимаю. Объясните, как правильно. И, соответственно, на той епархии есть, есть дисциплинарная комиссия обычная в каждой епархии, церковный суд, и надо разбираться. Священнику будет полезно, на самом деле. Многие думают, что ну как это так, вот я скажу, это же, ну, типа, знаете, стук-стук-стук, я стучу на батюшку, это же нехорошо. Да нет, священнику, ему же потом перед Богом отвечать. Лучше пусть он ответит здесь, перед людьми, вот, его, так скажем, прагуштруют, вот, может быть, даже как-то накажут, но он исправится, и все. А представляете, если никто ничего говорить не будет, он в своем таком плачевном состоянии будет пребывать, укрепляться, потом умрет, а потом перед Богом предстанет, и все. А там уже реально хана. Так что я и сам тоже немощный священник, и мне неоднократно прилетало начальство, заслуженно прилетало, я к этому отношусь с благодарностью. Бывали случаи, когда незаслуженно. Ну, апостол Петр говорит, что когда страдаешь несправедливо, вообще, это надо радоваться, потому что мы вообще призваны. То есть терпеть скорби, когда ты несправедливый, у тебя огонь, это радуйся. Вот, прояви свою веру. Ну, вот хорошо, что мы сейчас об этом говорим, потому что люди ведь не знают, что они могут там прийти и как пожаловаться, да, на священника. Они думают, что раз мне батюшка вот так сказал, ну, что ж мне уже теперь вообще делать? Потому что батюшку как за святого уже принимают, что вот это вот истина в последней инстанции. Нет, это неверное мнение. Не случайно в церкви уже с первого века существуют правила церкви, определенные законы, которые регламентируют нашу жизнь, и в том числе из-за нарушения этих законов полагается наказание. Ну, и теперь понятно, да, что эти правила появились не по той причине, что все хорошо. То есть уже в первом веке появляется правило, в 51-м году принято, например, 27-е правило апостольского собора запрещает рукоприкладство священнику. Священник за рукоприкладство извергает Исана. Почему это правило принято? Потому что, значит, уже появились священники, которые рукоприкладствовали, да, в том числе и могли прихожанину ударить, или могли жену свою ударить, соответственно, это было уже в первом веке. Раз, так, но просто не нужно здесь думать, что вот во времена, когда жил Христос, что там, значит, были люди как-то святые. Вообще-то они Христа распяли. Христос, конечно, и сегодня пришел, по-моему, тоже его распяли. Но, то есть, там были такие же люди с такими же немощами. Также там запрещено пьянство, и правило есть запрещающее пьянство, запрещен блуд. Поэтому, если вдруг вы знаете, что священник, он там, у него есть семья, он встречается с какой-нибудь другой женщиной, то есть, если это не какие-то слухи, это вот реально, ну, люди видят, что священник изменяет своей жене, не надо думать, что вот это его личная жизнь. Священник – человек публичный. Соответственно, к нему применяются публичные правила. То есть, священник обличается церковью публично. Это нормально, когда, например, в очень многих партиях эта практика есть, когда, например, священник запрещает священнослужение и лишает сана, вывешиваются указы, где написано, по каким правилам это случилось. Это нормально, потому что священник несет особую ответственность, и он должен быть к этому готов. Так что, да, это не есть, как говорится, стук-стук-стук, это забота о чистоте наших общин, и это нормально. Вот как раз, мне кажется, на эту тему я сделала скриншот с вашего веселого инстаграма. Тут был вопрос, как вы терпите такое количество порой глупых и провокационных вопросов. Вы отвечаете, многие эти провокационные вопросы являются банальным прощупыванием меня, как священника, на прочность. Я не против, чтобы люди пытались таким образом знакомиться со мной. В конце концов, это именно священство виноваты, что люди нас стали бояться. Это про то? Ну, конечно, потому что доброты не хватает всем. Мне тоже иногда не хватает доброты. Если бы мы все в церкви были бы добрыми, радушными, мы радовались бы приходящим, да, потому что, знаете как, вот приходит человек впервые в храм, он ничего не знает. И понятно, что его поведение выдает в нем новоначального, он скрыть это не может. Но вы вглядитесь в те взгляды, которые бросают на него люди. Это я за собой эти взгляды замечаю. Я понимаю, что это огромная проблема. И то у меня все равно иногда такой взгляд проскативает когда-то. Ну, то есть нет во взгляде радости. А на самом деле мы должны были бы именно с радостью к человеку подходить, а может даже не подходить, но просто радоваться, что он пришел. Ну, плюс, конечно, есть некий информационный фон, потому что, может быть, раньше о каких-то немощах, в том числе и священников не все знали, но мир сейчас информационный. И теперь, если священник где-то повел себя неправильно, то это знает не одна деревня, не две деревни, а через интернет это знают все. А так как все это вместе сохраняется, если кто-то еще раз поступил неправильно, все это еще из прошлого поднимается. И поэтому такой фон информационный о церкви, он, конечно, не самый доброжелательный. Но нужно к этому относиться с пониманием, просто принимать это как некую данность и учитывать это, и не обижаться, правда, когда люди вот тебя прощупывают. Это нормально. Смотрела я накануне ваше интервью каналу 360. Там был вопрос про ситуацию со специальной военной операцией. Мы не будем сейчас задавать такой же вопрос. Кому интересно, мы, если что, оставим ссылку. Но я бы хотела, чтобы вы расшифровали свою позицию. Вы сказали, что политическая позиция – это человеческая позиция. И человеческая позиция – это всегда ложная, неправильная позиция. А вы придерживаетесь вот ни одного, ни второго полиса. У вас христианская позиция. Что это значит? Дело все в том, что Господь Бог уже знает, как закончится конфликт в Украине. Понимаете? Вот это не все это сознают. Он уже это знает. Мы что-то пытаемся делать и так далее. Господь знает, что будет в 2024, 2025 году. Господь знает, Господь знал о том, что Олеся задаст мне этот вопрос до того, как был сотворен мир. И надо понимать, что то, что Божие, оно совсем не человеческое. Ну, для примера. Вот есть воля человеческая, а есть воля Божия. Нам иногда кажется, что Богу угодно то, что мне хочется. Так мы создаем себе некого комфортного Бога. Это ошибка. Воля Божия очень сложна для исполнения. Например, Христос молился так. «Отче, доминует у меня чаша сия, но на все будет не моя, а воля твоя». То есть тяжело исполнять волю Божию иногда. А молитв очень нашим. Мы говорим, да будет воля твоя, как на небе, так и на земле. Соответственно, к чему я это говорю? То, что вот есть воля Божия, а есть воля человеческая. Есть правда Божия, есть правда человеческая. Есть мир Божий, есть мир человеческий. Это надо понимать, что это разные вещи. Вот когда люди хотят справедливости человеческой, говорят, вот есть правда человеческая. Про правду человеческую еще пророк Давид сказал, вся наша правда перед Богом, как срубленное дерево. То есть всяк человек ложь. Все врут. Все врут. Везде ложь. Вы не найдете здесь правды. Поэтому, например, в Священном Писании сказано, что мы должны стремиться к миру Божию, который превосходит, точнее, стремиться к мудрости Божией, которая превосходит всякий ум человеческий. Это некое откровение от Бога. Это дар Божий. И поэтому, конечно, многим людям, которые живут вне церкви, им позиция вообще христианская, она будет неприемлемой. Она будет даже искренне незнакомой. Обычно люди как рассуждают, что вот есть моя позиция и противоположная, и признать, что вообще еще есть, может быть, третья какая-то страна, для них это просто, ну, кажется, странно. Поэтому, если я вдруг с кем-то не соглашаюсь, он по умолчанию начинает думать, что я выбираю другую сторону, противоположную. То есть, если я поддерживаю операцию в Украине, значит, я против украинцев. Или если я поддерживаю наших украинцев, значит, я против России. А я христианин. Есть позиции сверху. И задача церкви быть надо, надо этим всем. Как сказал апостол Павел, что нет ни эллина, ни уидеи, ни мужского пола, ни женского, ни царя, ни раба, но все и во всем Христос. То есть, я должен идти к чаше, когда я причащаюсь, находясь в мире, как с русскими, так с украинцами, с американцами, с китайцами, с японцами, неважно. Не случайно в церкви, вот если люди в храм ходят, они чаще всего слышат этот возглас от священника. Мир всем. На этой позиции сложная. Сложная, потому что многим хочется, чтобы ты именно был на их стороне. А надо быть на стороне Христа, христианином. Понятно, что некоторые считают, что церковь должна восклицаться. Ну, это их мнение. Быть христианином, особенно в такие моменты, непросто. Непросто, потому что люди, они могут тебя за это оскорблять. Например, украинцы считают за то, что я не поддержу их, считают, что я трус. Русские за счет того, что не поддержу их, считают, что я национал-предатель. Но я никому не буду доказывать свою любовь к России и к Украине, потому что я буду выглядеть нелепо, если буду доказывать. Моя совесть перед Богом чиста. И мне кажется, каждый человек должен жить по совести. Вот. Единственное только, что свою совесть надо сверять не со своим личным мнением, которое ложное. Потому что любое наше человеческое мнение в любом случае будет ложным. Надо сверять, я в данном случае говорю про христиан. Если нас сейчас смотрят не христиане, они могут думать, что нет, я прав, есть человеческая правда. Окей, пожалуйста. Но христиане должны себя сверять с истиной, со Христом. Он есть истина. С ним сверять себя нужно, со священным писанием. И уже на основе священного писания твоя совесть, она очищается. И тогда ты можешь сказать, я вот живу по совести. Как сказал замечательный апостол Петр, и мы имеем вернейшее пророческое слово, которое сияет, как светило во тьме ночной. И вы хорошо делаете, что к нему прибегаете, и пока не наступит в вашей душе рассвет, и не взойдет утренняя звезда, то есть Христос. Простыми словами, если я читаю священное писание, оно как маяк. Я во тьме, священное писание – это свет. Чем больше я читаю священное писание, тем ближе я к этому источнику света. У меня в душе наступает рассвет, а в какой-то момент в душе и Христос появляется. И уже, как говорил апостол Павел, не я живу, а живет во мне Христос. И тогда я христианин. И тогда уже христианская точка зрения. И тогда ты уже и по-христиански поступаешь, по-христиански мыслишь. Это многим людям, невоцерковленным, просто очень сложно понять, потому что они не живут во Христе. Но в священном писании написано, у нас даже быть чувственник, как у Христа. Даже мыслить, как Христос, разговаривать, как Христос. Вот я и думаю, как бы Христос поступил бы, глядя на все это. Я не знаю. Вот серьезно, даже не знаю. Вот как раз в интернете смотришь ленту, читаешь, и люди задают вот этот вопрос. Он вроде бы как простой, но ответ на него очень непрост. Вы вроде бы как сейчас уже его полностью раскрыли. Вот люди говорят, а как же Господь допустил вот эту ситуацию? То же самое говорят не только про спецоперацию в Украине, но если, например, детки умирают или что-то такое вопиющее случается, говорят, ну как же, Бог, Он же всемогущий, как Он вообще это допустил? Вот этот вот вопрос. И, значит, они начинают писать, что до Бога нет, раз такое происходит. Вот как можно ответить? Дело в том, что у меня вообще прямо противоположная позиция. Я иногда, были моменты сомнения в вере, когда я сомневался в вере в Бога, вообще сомневался в Боге именно из-за его долготерпения. Потому что... Это как? Ну вот смотри, чего мне там смотреть, что там педофилы делают с детьми? Чего мне там смотреть, как сейчас происходит специальная военная операция? В общем, да? Я могу смотреть на себя. Вот это здесь я знаю точно. Я в своей жизни совершал множество ошибок. А некоторых знает только Господь Бог. Я за них не понес никакого наказания. Господь все это потерпел. Это первое. Второе. Я даже сейчас, когда обращаюсь к Господу Богу, молюсь, я понимаю, что я очень часто просто мухамлю. То есть я обращаюсь к Нему прямо совсем неадекватно. То есть так не обращаются к Всевышнему, к Вседержителю. Он тоже это терпит. Он настолько много меня терпит, настолько великого долготерпения, что я начинаю сомневаться, что Он есть. Потому что я бы никогда не потерпел такого хамства. Я бы никогда не потерпел бы такого злого человека, как я сам. То есть уже давно бы уже оторвал бы руку или ногу, глаза бы повыкалывал бы и еще остальное. Но Господь все это терпит. Так что долготерпение Божие, правда, очень велико. И Господь терпит долго, потому что Он любовь. Ждет исправления каждого из нас. Потому что если Господь будет нас наказывать, то как мы этого хотим, жестко, знаете, там вот ты зло еще не сделал, а тебе сразу прилетело. Нам это не полезно, потому что мы не сможем это понести. Нам станет это еще хуже. Мы еще более злыми местами. Поэтому зря люди нарываются на наказание Божие. Сказано в Священном Писании, не искушай Господа Бога Твоего. Не надо его испытывать на наказание. Зачем? Если ты хочешь, чтобы тебе Господь показал, какой ты есть, Он тебе может это показать. Но вообще-то это называется день гнева, или день жатвы, или страшный суд. Если ты хочешь нарваться на справедливость, не человеческую, потому что справедливость человеческая, ну что там, даже если человек в суд попал, его там судят, его судят за один-два проступка. Просто посмотрите, если сейчас каждый из нас прокрутить по Уголовному кодексу Российской Федерации, вот так вот, если все вскрыть, ну многим этого совсем не понравится. Потому что многие вещи просто, знаете, как скелет в шкафу называется. А теперь представьте, когда ты вот на страшном суде, вот-вот с правдой Божией теперь, да, сказано, никто не оправдается перед Богом. Зачем искушать Господу Бога Твоего? Вот любят он нас, терпят, и слава Богу. Надо не то, чтобы этим пользоваться, но надо как бы это использовать, да, использовать, чтобы исправляться и тому подобное. А что касаемо вот событий таких вот больших, по типу войн и так далее, я вообще не очень могу понять, как люди школу закончили, почему у них по истории там четверка, пятерка. Надо просто всем кол ставить. Посмотрите историю мира. Всегда, всегда это было. Всегда люди ненавидели друг друга. Люди всегда хотели друг друга убить. Это было всегда. Да, давайте посмотрим священописание. А что написано? И враги человеку, домашние его. Вот сказано в священописании. Любите врагов ваших, благоставляйте проклинающих вас и молитесь загонящих вас. Вы что думаете, это сказано про, вот если мы русские, это про украинцев сказано или про китайцев? Нет, это про наших домашних сказано. Вот, Олесь, ты же замуж вышла? Вышла. У тебя есть муж. Вот твой самый главный враг. Ты его любишь. Но так как ты с ним живешь в доме, прямо рядышком и так далее. Вот, и с ним у тебя будет больше всего конфликтов. Именно с ним. Потому что, например, вот у тебя со мной не будники конфликтов. Мы с тобой очень далекие люди. У меня своя семья, у тебя своя семья и так далее. Вот мы сейчас с тобой пересеклись и все. И поэтому там нам так хорошо с тобой, да? Потому что мы не домашние. И враги человеку домашние его. И еще Христос говорит, не имеет чести пророк, как только в самом Отечестве. Свои же тебя, скорее всего, предадут. Как сказал царь Соломон, у богатого много друзей, а у бедного даже родственники враги. Конечно, пока ты находишься в Аворе, у тебя все хорошо, все тебя любят, целуют и так далее. Но маломальское испытание, и ты заболел, и все, тебя оставляют все. Христос ходил, и вроде были ученики, апостолы и так далее. Но когда пришли испытания, распятия, сказано было в Священном Писании, поражу пастыря, и разыдутся овцы. И разбежались овцы, все разбежались. Один Христос на кресте, вдалеке женщины стояли. А так один страдал. И не нужно думать, что что-то изменилось с тех пор. Вся история человечества – это одна сплошная война. Война. А мир, он Божий. И Христос говорит, царство мое не от мира сего. Он говорит, царство мое внутри вас. Соответственно, нужно искать мира не вот тут, вот у людей. Внутри над себя, внутри есть такое слово «смирение». Надо самому сначала смириться. Надо примириться с тем, что Бог есть. Это первое. Потом примириться с тем, что ты сам. Вообще не алло. То есть ты сам грешно, немощно и так далее. Как сказал чудесно наш старец преподобный Серфим Саровский. «Стяжи дух мирен, вокруг тебя спасутся тысячи». Ну, а у себя стяжи дух мирен. То есть стяжи, то есть найди, купи, приобрети. Приобрети мирный дух. Но не у других, у себя. А мы думаем так, что если вот вокруг меня будут в мире, и я буду в мире, так это не работает. Это никогда так не работало. Мы еще больше, еще злей станем. Каждый человек в своей жизни наверняка встречал такое странное испытание, искушение, когда его кто-то любит, а он не любит в ответ. И когда тебя кто-то любит, а ты в ответ не любишь, тебе этот человек неприятен. И чем больше он пытается привить своей любви, он, получается, для тебя он уже навязывается, уже убил бы его и так далее. Так что история человеческая, то, что происходит сейчас, вот Россия, Украина, ну, это брутоубийственный конфликт. Да, мы в церкви все молимся, и слава богу, патриарх об этом говорил, что молимся о прекращении кровопролития, но что там, знаете, далеко ходить? Украина, Россия, посмотрите, у нас 73% разводов. Ну, вот люди, вот они в ЗАГСе такие стоят, такие светлые лица, там, совет да любовь, горько, горько, там, ура, там, все, там, такое счастье. А потом, какие скандалы. И дети не останавливают, дети говорят, папа, мама, пожалуйста, прекратите, не надо, дети уже испуганы, и все, вот муж, там, жену, там, бьет, жена в ответ его провоцирует, там, они все, там, просто, там, такие слова друг другу говорят в жизни, они сами от себя в шоке. Вот вы как будто бы, знаете, 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 что я хочу спросить следующее. Сейчас так же, если пока... Сейчас хочу сказать, что это война, война начинается с кухни. Если ты хочешь, чтобы, вот, остановить что-то большое, начиная с себя, а то люди говорят, вот, там, русские плохие, украинцы плохие, посмотри, как ты ведешь себя дома. Когда в последний раз ты целовал своего папу, целовал свою маму, обнимал свою бабушку, ты сам проявляешь это дружелюбие, от тебя это миролюбие исходит, ты своих детей обнимаешь, ты с ними время проводишь, или ты в телеграмме сидишь беспрерывно, смотришь видеоролики, переписываешься со всеми, всех проклинаешь, кто с тобой не согласен. Ты сам один сплошной кусок войны. Закончили. Все. Следующий вопрос, да, как раз про семью. Вы уже сказали про то, что муж и жена, значит, самые злейшие враги, самые главные враги в этом мире. А вот как раз так же, в том же запрещенном инстаграме, в других соцсетях очень много сейчас сообщений о том, что вот абьюзеры, как выйти из абьюзивных отношений, муж издевается, жены тоже издеваются. И вот здесь же опять идет такая тонкая грань с теми людьми, которые воцерковлены, да, потому что ты приходишь, например, в церковь, и говорят, смирение, будь смиренным, нужно прощать, нужно прощать. В какой момент нужно переставать прощать и действительно там сворачиваться и уходить? Ну, во-первых, надо сказать, что брак, если по-русски, это законное сожительство. И у каждого сожительства есть свои законы. И очевидно, что те законы, которые есть в христианском браке, они совсем не совпадают с законами в мусульманском браке. Или там иудейский брак еще есть. Есть, пожалуйста, на Запад езжайте, там есть однополоотношения. Очевидно, что церковь призывает христиан к христианскому браку. Надо прямо сказать, что большинство христиан не знают даже этих законов. Они просто не знают, какие принципы у христианского брака. Неудивительно, что в итоге этого христианского брака нет. Так что просто сказать, там, смиряйся, терпи, молись, это не работает. Во-первых, надо понимать, что брак христианский строится не на любви. А на чем? Христианский брак строится на единомыслии. Об этом сказано не в Священном Писании, а в определении таинственного венчания. Мы просим у Господа Бога, чтобы он благословил из законных супругов и дал им дар единомысленной жизни, единомысленного рождения и единомысленного воспитания детей. Если есть единомыслие, потом появится любовь. Любовь – это то, к чему мы приходим. А так, что, вот, дескать, в основе любовь – это не так. Так, если даже люди, вроде как им кажется, любят друг друга, но потом теряется единомыслие, то любовь тоже уходит. Поэтому единомыслие лежит в основе. Вместе кушать, вместе ложиться спать, вместе молиться, вместе гулять, вместе общаться. Все, что вместе, все, что вас соединяет, делать это как можно больше. И все, что вас разъединяет, считать враждебным. Это просто вот то, что вот азы, да, какие-то самые-таки примитивные. Если этого нету, то, соответственно, все остальное разрушается. Понятно, что христианский брак – это, ну, там, правда, законно, что с мужа больше спрос, с женой меньше. Вот, поэтому, когда мы говорим «смиряйся, терпи и молись», это должно адресоваться, в первую очередь, к мужу. К мужу. Например, в Священном Писании мы не найдем таких слов о том, что жена должна любить мужа. А про то, что муж должен любить свою жену, сказано очень много. Это вполне понятно почему. Так женщины записывают? Ну, как бы это тут можно записывать, не записывать, но женщина идет за мужем. Если муж любит жену, жена будет отражаться от него. И, соответственно, она тоже будет любить его в ответ. Она идет за ним. Если женщина любит своего мужа, но он ее не любит, то это все, конец. То есть брак, он, конечно, может юридически существовать, но по факту его нет. То есть нет этого единомысленного сожительства, его просто нет. Ну вот, а почему тогда такой процент большой развода, когда вроде бы как есть понимание, как должно быть, да, единомыслие? Мало кто об этом знает? Нет, этого понимания нет вообще. Вообще нет? Нет, у молодых ребят этого понимания нет. Большинство вообще считает, что брак – это про комфорт. И думают о браке очень легкомысленно, а брак – это не про комфорт. И, конечно, люди, когда вступают в брак, у них наступает очень глубокое разочарование. Они, правда, не понимают, зачем мне это нужно. Когда они еще думают о том, что мне с этим жить до старости, проще, правда, уйти и развестись, чем страдать. Думают, что это мне не повезло с выбором. Что если у меня будет другой муж, другая жена, это вот что-то будет лучше. Я не беру те случаи, когда, ну, очевидно, какой-то неадекват, там, церковь, безусловно, против, там, избиение, там, драк, там, прелюбодеяние. Понятно, у нас есть возможность невиновной стороне на развод. Но большинство разводов происходит не потому, что там кто-то, вот, какая-то есть прям одна невиновная сторона. Люди, изначально вступая в брак, они к нему совершенно не готовы. Это как просто купить себе права и купить себе машину, и сесть за нее. Ну, в общем, при этом ты никогда не водил, никогда не видел, как вообще машины ездят. Ну, какой шанс, что ты доедешь из Владивостока в Хабаровск? Ну, какой? Ну, он есть, в принципе, есть. Ну, вот, где-то, наверное, 30% доедет, остальные разобьются. Ну, а где этому людям учиться? То есть, если, например, не каждому повезло, да, родиться в семье, где папа и мама – пример для тебя, да? Не каждому повезло родиться и воцерковиться, и чтобы, там, где-то тебя в церкви этому обучали, или где-то в школе об этом говорили. Сейчас нигде. Нигде? Сейчас нигде. Это задача церкви для церковных людей, это задача государства для остальных людей. К великому сожалению, такая задача пока даже не поставлена. В моем понимании, это задача номер один. То есть, если мы хотим, чтобы наше общество было зрелым, чтобы наши семьи были крепкие, чтобы наши дети росли в полных семьях, то нужно, наконец-то, освободить для семейного образования, не подумать, что я говорю про образование на дому, а про семейную школу, освободить какое-то пространство и в школах, и так далее, и начинать это делать. Но я думаю, что то, что сейчас говорю, это утопия. Это утопия, потому что у наших, по крайней мере, светских начальников нету тоже представления о том, какая даже об этом семья. Мы вообще очень стыдимся традиционных ценностей. Несмотря на то, что об этом мы так часто говорим, традиционные ценности, что мы против гендерной либеральной пропаганды, Запада и так далее, на самом деле мы очень их стесняемся. И чтобы это было понятно, сегодня сказать такое, что мальчику быть детственником до первой брачной ночи, это просто, понимаете, кто это сейчас скажет? Вот я это говорю, это нормально. Если парень детственник, и он у него первой интимной близости с женой в первой брачной ночи, это прекрасно. Если она детственница и так далее. Если они правда не только физические детственники, но и правда хранили целомудрие, это прекрасно. Это традиционные ценности. Вы где-нибудь слышали, что про это кто ничего не говорил. А это вообще-то, это и есть наша русская культура. Если девушка, например, учащаяся в Дальневосточном федеральном университете, который тогда не существовал, ну, предположим, существовал в конце 19 века, встала бы и сказала, я не хочу быть детственницей, хочу с мальчиками спать, а потом на пятом из них я, значит, выйду замуж. Ну, извините, она позорила всю свою семью. То есть это у всех был бы шок. А сегодня, если девушка, учащаяся, там, например, в Дальневосточном федеральном университете, скажет, я детственница, я хочу вступить в брак, детственница и так далее, ну, как бы даже некоторые подруги могут от нее отказаться. Но я хочу заметить, что для того, чтобы это пропагандировать, это нужно снимать кино, это должно быть специальное ток-шоу придумывать, об этом должны и духовенство тоже говорить, популяризировать это, да, вот именно детственность, целомудрие, чистую жизнь и так далее. Примером личным это тоже нужно показывать. А у нас проблемы очень глубокие. У нас каждая четвертая священческая семья на распаде. Это, причем, это не новость какая-то. Ну, это гуглите интернет, пожалуйста, это не то, чтобы это какая-то, знаете, тайна. Об этом вы в интернете также писали. Ну, то есть, беда, на самом деле, гораздо глубже просто у другого народа. Если у нас 25% у священников под угрозой, то в целом по стране 73%. Да, то есть мы еще, видите, как-то у нас что-то получается сдерживаться, да. Но если мы никому ничего этому не учим, если человек вступает в такое опасное предприятие, как брак, которое рискованное, брак всегда это риск, да. Никто не знает, как ты будешь там меняться и тому подобное. Ну, дальше просто кто-то выживает, вот. А кто-то не выживает. А сегодня к разводу, например, очень легко относятся люди. И спокойно бывают и психологи советуют, да, пожалуйста, разводись. И люди сами разводятся, и два развода, и три развода бывает. Вот, плевать там, что дети страдают из-за этого и так далее. Ну, я могу сказать, что мы в этом плане, вот в России, мы находимся, мне кажется, на краю. Чего нам там, знаете, рассказывать, часто там можно услышать, что вот там загнивающий Запад, вот, или там еще что-либо. У нас есть гигантские собственные проблемы, которые, знаете, их усугубляет то, что они даже не озвучены. То есть я могу понять, когда вот проблема уже поставлена, то есть ее озвучили, и вот мы решаем, что с этим делать. А это не озвучивается, понимаете, не озвучивается. Когда в последний раз кто видел какой-нибудь фильм, пропагандирующий хорошую, здоровую семью? Ну, когда, когда? Кто-нибудь видел какой-нибудь фильм там про многодетную семью, которая бы, ну, вот, пропагандировала там здоровое, хорошее воспитание, да? Чтобы у мальчиков появилось желание быть хорошим, таким добрым мужем, чтобы на это он мог опираться как-то, да? Ты знаешь, здесь очень важный момент, ну, вот, задайте простой вопрос, сейчас пусть телезрители тоже это сами себе зададут. Что самое важное, вот, когда мы здание строим, какой самый важный момент в строительстве здания? Как думаешь, какой? Фундамент. Конечно, все говорят фундамент. Ответ неверный, потому что самое главное в строительстве здания – это проект. Конечно. Проект. 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 Дело в том, что фундамент – это уже отношения, которые есть до брака, то есть то, как мы вот выстраиваем отношения, да? Но очень важно, чтобы у человека был проект, это стержень. Он уже должен сам понимать, что вот, кто я есть, какую я хочу жену, да, что я хочу в браке и так далее. Это проект. А потом ты уже по этому проекту примерно как живешь. То, что еще называется мировоззрением, то, что еще называется идеей, да? Сегодня люди безидейные. У людей мировоззрения нету, да? Вы знаете, у нас Россия до сих пор ищет свою национальную идею. Сейчас где-то вот так Сергей Радонский такой думает, вы что творите, ребят? Алло. Наша национальная идея – это православие. Но для мусульманских регионов нет проблем. У них давно уже ислам. Они, кстати, ничего не ищут. У них национальная идея – это ислам. Хорошо, давайте еще потратим 10 лет на поиск национальной идеи. Но мы стыдимся православия. Мы стыдимся православия. У нас нет православных во власти. А почему мы стыдимся? Ну, потому что оно чуждое. Чуждое людям. У нас воцарковленных людей немного. Среди чиновников наших, я же не говорю, что чиновники плохие. Чиновники, может быть, даже у нас очень хорошие. Я не знаю, это просто не мое дело. Но сказать, что у нас власть была православная – этого нет. У нас, может быть, есть парочка православных людей, в храм ходят. Ну, то есть, пару процентов. Ну, хорошо, 10%. Но у нас не постулируется православие. Мы же сразу говорим, у нас светское государство. Все, до свидания и так далее. Ну, окей, хорошо. Но как ты будешь, над чем ты будешь воспитывать, чего ты будешь отталкиваться? Проект какой? Просто светский. Это, знаете, под это можно все что угодно подтянуть. Вот, собственно, ребята-либералы и подтягивают нам свое светское. А у нас, может быть, свое другое светское, консервативное. Ну, то есть, короче, все, начинается это желе. Вот у нас это желе. Вы знаете, что очень многие западные страны, они не стесняются того, что их мировоззрение христианское. Они даже говорят, мы, да, государство светское. Да, мы, значит, пожалуйста, мы сами даже в Бога не верим. Но вот выстраивание брака у нас по христианским принципам. Это у них даже, извините, вот если возьмите какую-нибудь Австрию, у них там почти все школы, ну, там процентов 8 с католически. То есть, там закон Божий в школах преподает. Понимаете, мы говорим, вот у нас там основа православной культуры, водить не водить. Я, кстати, считаю, что водить не надо, у нас некому преподавать. Но я просто к тому, что, говорю, некоторые западные страны, у них просто есть закон Божий два раза в неделю. У них на мессы туда обязаны находить. И никто этого не стесняется. Это их культура. Они не стесняются своей христианской культуры. Хотя у них, конечно, они уже тоже там все побросали. У них там и ЛГБТ процветает и так далее. Но нам, что смотреть даже на Запад. Просто мы сами, это же наши дети. Проект какой. Если посмотреть на детей, у них все мысли только ОГЭ, ЕГЭ, аниме. То есть, у них образование, их какие-то совершенно какие-то интересы и все остальное. А проектировки, то есть, вот кто я есть, этого нет. Представляете, вам привезли несколько грузовиков со стройматериалами и сказали, строй дом. Ты открываешь проект, у тебя там проект деревянный дом, а привезли тебе бетон. Вы представляете, что получится? Это жизнь современного человека, который живет у нас. Я не знаю, как в других странах, но у нас именно так это происходит. Ты думаешь, ну, наверное, вот так это будет. А в жизни вообще все по-другому. Так что, ну, хорошо, что эти вопросы задаешь. Но об этом нужно думать, нужно работать. И нужно понимать, что плоды сразу не придут. Это нужно впахиваться, не ждать. Вот как у нас тоже принято, сразу отчет сдать. Вот, сразу какие-то, вот знаете, там, как советский верно, пятилетка, там, да, чтобы сразу эти вот кукурузу сдали, уже все готово, поля засеяно. Нет, это нужно играть в долгую. То есть, нужно ждать. Ждать длительное время. Но подумать, желательно побыстрее, уже не так, у нас дети уже растут все. И начинать делать. Вкладываться. Миллиарды нужно в это вкладывать. Миллиарды. Кинематограф, телевидение, эстрада. Значит, церковь свое должна тоже делать. Это должно быть национальной идеей. Пусть сейчас это будет, что это именно семья. Но неформально это должно быть. Кстати, по-моему, у нас была национальная идея семья, но что-то не зашло, судя по всему. Разводов стало больше. Ну и напоследок, к сожалению, нам уже... Давайте выпьем, да. К сожалению, да, нам нужно уже заканчивать разговор. Хотя можно еще... Хотелось бы разговаривать и разговаривать. Впереди нас всех ждет лекция. О чем она будет? О чем спросят, о том, и будет. Я даже не знаю, какие люди сейчас придут. Свободное общение будет? Я всегда стараюсь, чтобы все-таки отвечать на вопросы людей. Потому что, ну, я вообще человек довольно закрытый. Есть некоторые темы, которые меня интересуют. Но сейчас-то вот у меня вот так вот. Молодец, Олеся, хороший тоже журналист. Ты смыла меня растрясти на темы, о которых я не всегда обычно говорю. Даже, по-моему, я на некоторые темы вообще... Так тщеславия ко мне подбежала. Ну, это ты тоже в воду сгоришься. Вместе с теми, кто в дверь ломился, мешал нам. В общем, я к тому, что есть какие-то темы, которые лично мне интересны. Но раз меня не спрашивают, ну, значит, людям неинтересны. Я по этому не говорю. Ну, о чем спросят. Главное, чтобы было по-доброму. Спасибо вам большое. Чао. Пью. 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 Продолжение следует...